Привет, зритель! Ща я только что познала дзон, но вообще на самом деле, ну, это будет обзор моего парфюма на март. Но не могу не поделиться ржачной темой. Я не знаю, как сказать, есть люди, которые переплюнули даже мою бывшую знакомую по отсутствию... По наличию свободного времени и отсутствию каких-либо забот. Короче, я решила, что вот эти вот замечательные духи, снятость уже у Ифраше, тут чуть меньше, третья осталась. Подарок от подписчицы Лёли тут был 50 мл. Ифраше, цветочная диска, духи 2011 года издания. Ну, в смысле, первые появились. Им 10 лет в этом году было, но Ифраше их, сволочи, такие сняли. Переходят на апрель с февраля. Мои любимые духи. Мне очень нравятся духи, вот первые мои духи в Ифраше были, это цветочная диска и, как явность, Common Evidence. Вот эти вот универсальные духи. У меня они открываются в зиме, зимой они на мне открываются в холоде, когда на улицу уходишь перед этим, подпрыжившись. Как цветочная диска, ночной такой синенький флакончик. У меня таких нет уже сто лет назад. Однажды мне их подарил мой тогдашний бойфренд. Потом они приходили в подарок за заказ, но что-то я ими не прониклась. Меня их, скажем так, попросило в подарок подарить ей та самая бывшая знакомая, которую сейчас переплюла другая знакомая. Правда, доставала в этом варианте не меня. Короче говоря, вот эти вот духи, они приходят на март. Это цветочная диска, это мандаринки, малинка, сладость такая, цитрусовая свежесть, очень классная, очень хорошая. Спасибо, Лёлечке, ещё раз. И вот они переходят на март. Но, зритель, ты, наверное, ждёшь ещё каких-нибудь овер дофига, куча парфюмов. Я одни даже достала, но что-то мы с ними не сошлись, и они уже выветрились. И я на днях поняла, что, наверное, вот я хочу на март ещё пару таких духов, но самопальных. Потому что как-то ещё перед днём рождения, или даже в свой день рождения, я куда-то намылилась, ими попрыскалась, и они на улице раскрылись как нероли, и я поняла, что хочу их, наверное, на март потом. И надо бы их заюзать. Конечно, надо было бы залезть в мою группу ВКонтакте, посвящённую травам, экспериментам и прочей уходовой хренотени, которая основала ещё до того, как стала заниматься видеоблогингом. Но я забыла совершенно, вспомнила только сейчас. Во флакончике от Абровой Гуалии, Секрет де Сан, Цифра Шек, тоже, кстати, снятости дофига, находится что-то самопальное имени меня, оно двухслойное, если его подвести, то оно однородным станет. Масляные духи, может быть, у меня был, наверное, какой-нибудь нероли, ну, короче, они для меня пахнут нероли, и раскрываются как нероли. Тут вообще на самом деле лотосовское масло, масло лотоса, что-то ещё и нероли. И вот на улице, на холоде они раскрываются как нероли, Секрет де Сан, Цифра Шевский, который тоже снят, если в предыдущем ролике, точнее, предпредыдущем ролике пустых баночек, который сейчас уже на данный момент крутится как раз на канал, на кухне, с ноутбука, через Wi-Fi от хуавея, моего телефона мегафоновского, через мегафон Wi-Fi. Вот там как раз про них я говорю, про длинные роли. Вот один в один на роли. Я, конечно, могла бы сейчас сказать вам, люди, если вам нравится такой аромат, то вы можете его заказать. Но так как его делала я, не, вы, конечно, можете у меня его заказать. Я найду тот список литературы, что в нём использовалось, и своя его. У меня даже флакончики какие-то где-то есть. Но это так. Короче, в общем, оно у меня будет заявлено на март. Может быть, будет потом в пустых баночках. Так, и ещё один самопальный дух. Делала я его вообще где-то потрясём. В, блин, в семнадцатом году они у меня уже были. Я тогда ещё у сестры работала в магазине шмоток женских. В другой уже части этого магазина, на Бахарево, чего-то там. Напротив был ещё магазин, внутри здания. И мы с хозяйкой этого магазина трензычали почасто. Она мне говорила, что чё ж ты этими духами не пользуешься, а можно на волосы носить, то есть вообще это очень круто, когда делают самопальные духи и не пользуются. Это у нас во флакончике, опять же, от Ифрашеда хрена снятость. Ещё более снятость, чем Нероли и вообще серия Секлен Де Санс. Это Ода Любви. Вообще Ода Страстна Любви. Мне как-то Оду Любви подарила подружка. Потом я стала пользоваться и Фрашеда в 2011 году. И заказала себе тогда ещё Оду Страстна Любви и Оду Просто Любви. И вот это Ода Страстна Любви, а Ода Просто Любви была в большом флакончике 50 мл. А Ода Страстна, точнее 100 мл. Ода Страстна Любви вот в таком флакончике. По-моему, тут 50 мл. Короче, тут пахнет аромат этот роза. Моноаромат роза. Лёля делала себе на розовом масле ещё на чём-то. Такая, можно сказать, блеклая роза. Чисто такая незаметная роза на волосах. Она заметна вот так вот. Ну, как вот масляные арабские духи, которые не бросаются в глаза и в нос. Не бросаются в нос в этом случае. Вот такое вот. И оно у меня юзалось-юзалось. Я кому-то даже ещё их отливала, помню. Юзалось-юзалось. И, в общем, вот, я думаю, наверное, в марте оно и доюзается. И вот в пустых баночках флакончик можно будет помыть и снова заюзать. Вот так. Такие три небольших духов. Точнее, трое духов на март у меня заявлено. При этом два из них мои самопальные. Офигеть, вообще. И один подарок от подписчицы Лёле. В смысле, один подарок от подписчицы. И два мною сделанные. Ну, и вот как-то у меня так получилось, что всего лишь три духа. Наверное, этот рог будет очень маленьким. Если вы сами делали когда-нибудь духи или что-то такое, вообще экспериментировали, дайте знать в комменты. Будет приятно посчитать. Может, какие-то комбинации ароматов от вас узнаю и тоже захочу заваять. Всем спасибо за просмотр и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч!